ребят всем привет в этом видео хочу вам показать как я сделаю новый свет для аквариума сделаю как ну точнее сказать что мне кое-что переделать на маленьком аквариуме мы установим вот этот новый свет который я купил в интернете давайте вам покажу сразу светится получается что в этом свете четыре цвета вообще белый синий красный и зеленый вот эти вот четыре цвета они идут сразу значит короче в интернете почитал что вроде лампа очень хорошая и как вроде качественных хотя это тоже обыкновенный китай посмотрим как будет при ней растение расти вот переключатель на переключатель два только положения никакого там аппарата к нему нету чтобы можно было как-то там свет уменьшать или добавлять только две позиции 1 вот позиция это дневная нормальный свет и другая позиция это вот это как ночничок вроде того симулятор луны короче давайте теперь дальше посмотрим почему мне придется кое-что на аквариуме переделывать сейчас я вам покажу памяти вот это вот с этого материала это орг стекло вот такую штуковину приобрел он еще увидеть в салафане грязноватый я с этого материала хочу сделать новую крышку для аквариума а чтобы вы поняли почему мы сейчас подойдем как варим у него покажу рыбок мое новое приобретение которое приобрел и вы поймете почему мне приходится аквариум накрывать не могу оставить аквариум короче открыто давайте посмотрим ну вот ребят мои новое приобретение это кили фиши вот такие вот трех красавцев купил одного самца и две самочки конечно камеру направляешь они пытаются убежать ну вот и вот почему мне придется переделывать если сейчас просто крышку вот эту старую сниму и поставлю свет просто сверху эти рыбки очень любят прыгать они сразу все выпрыгнут из аквариума поэтому мне надо так сделать чтобы аквариум был закрытый я только оставлю скажем пространство под фонарь вот именно где он светить будет оставлю там пространство и буду надеяться на то что именно на света они не станут выпрыгивать надеюсь получится но если такое произойдет можно будет в крайнем случае нормальным стеклом прикрыть тогда и чтобы свет проходил через нормальное стекло потому что я сомневаюсь что через проходя через орг стекло если я полностью закрою что орг стекло будет пропускать также нормально световые лучи я этого не знаю поэтому я сделаю специальный вырез для лампы чтобы лампа светила сразу напрямую на поверхность воды они пробивая через орг стекло но все начинаю делать заготовку ну чё ребят крышку я сделал по времени я не знаю ну часа полтора наверно у меня на это время ушло чтобы ее сделать она чуть чуть не до конца час сделано но я вам сейчас покажу в чем загвоздка почему я не смог до конца доделать а так в принципе да 40 стеклом было работать несложно если с простого стекла делать это я не знаю надо сильно много иметь инструмента чтобы тоже самую крышку простую сделать из обыкновенного простого стекла work стекло тоже хорошо мне кажется все будет нормально ну чё давайте вам покажу как она получилось а и скажем сразу так по свету вы уже видите да разницу заметно что еще хотел сказать пока наши пильни крышки не подошли я вот еще подумал вот этот свет его практически можно без проблем еще опустить пониже чтобы он сидел ниже над аквариуму потому что я еще не знаю скажем так будет ли он с такой высоты пробивать полностью аквариум так смотришь конечно хорошо видно все пробивает но мы под я потом могу просто телефоном попробовать замерить можно люмин и замерить на какой высоте какое количество и потом будет видно надо будет свет ниже опускать или можно оставить на этой высоте давайте пока еще здесь стоит пока стоит так я по сразу переключу на ночной посмотреть как он на ночном будет выглядеть ну вот так вот начни короче вот так симуляция лунной ночи что ли тоже нормально мне кажется все равно надо будет свет опускать вниз так мне кажется будет намного лучше ну давайте поближе и пар покажу вам крышку полностью но смотрите как она выглядит сверху чуть от удалим вот так она выглядит вот туда такие вырезы сделал чтобы крепление для света вставить ну с той стороны тоже самое и сзади он как можете видеть тоже вырезы под ну под провод от обогревателей для водозабора а с этой стороны он вырез для воды которая подходит и и вот вот здесь как вы можете видеть да в районе лампы я полностью сделал вырез чтобы свет пробил через ну нормально через поверхность воды они сперва пробивал через орг стекло а потом на воду я надеюсь а что рыбки все таки не будут именно на свет прыгайте что они не выпрыгнут надеюсь что так будет но так вот освещение выглядит до стало намного ярче конечно намного лучше я думаю растениям это вообще понравится время покажет скажем так а да забыл хочу показать вот это вот видите вот штучка я сейчас пока я не могу трогать она только свежее приклеена но это как бы получается ограничитель чтоб крышка назад не уезжала я такие же ограничители сделал с боков вот они видите чтобы крышка на аквариуме не ездила но если это стороны то же самое вот сразу за за светом такой же ограничитель их вот так вот спереди не видно вот так вот ну вот так вот не выглядит все нормально и крышка чтобы не ездила по аквариуму туда-сюда назад в принципе крышкой ну и не может даже уехать потому что я все под размер сделал и трубки уехать не смогут теперь самое главное вот здесь а вот а я сейчас просто это липкая лента приклеил чтобы она лежала так я смотрю с края можем приоткрыть вот так вот вот так он будет открываться вот вот так вот тогда просто мне надо вот здесь еще будет сделать такие шарнирчики дома в подвале порылся пока ничего не нашел какие надо аккуратненькие такие шарнирчики чтобы были ну с хорошего материала там я не знаю не какая-то нержавейка путевая чтобы туда сделать шарнирчики но и будет как бы крышечка нормально открываться это в принципе и все что осталось сделать приобрести шарнирчики прикрутите все я думаю это много времени не займет ну и все вроде бы все показал да я не знаю если вы какую-то разницу по растениям заметили в аквариуме можете конечно не написать я сам толком что-то не замечаю ну вроде растут вроде ничего вроде все нормально и вот он еще раз эти мои красавцы новенькие никак не хочет сниматься в кино убегает постоянно камеру наводишь он как будто бы знает что его снимает он убегает блин так сейчас бы еще резкость не наводится хочет ну красивые красивые рыбки что тут говорить некоторые из вас на то постоянно не смотрят на нас скажут а чё так долго длилась а пока ты на это все сделал пока рыбок посадил ребята вы не проверите вот эти вот или фиши до карпа зубых я на самом деле почти что пять недель искал пока их нашел я в магазине и заказал что мне привезли ну думал там неделя-две ну пройдет все привезу время очень долго продлилась на самом деле не было нигде их не было достать через интернет заказывать не стал потому что по одной простой причине что в интернете там скажем фотография самой красивой рыбки будет ну скажем отпечатано какая рыбка придет это уже как скажем так как повезет поэтому я из вниз стал с интернета заказа с интернета конечно пару дней рыбка бы уже была в аквариум но ничего подождал какое-то время ничего страшного рыбки теперь есть посмотрим вашим понравится и начнут приносить приплод будет видно попробуем потом мы это уже скорее всего будет другое видео да на следующем видео уже будет покажу то что как уже пора будет дав не перевозить на улице у нас сильно холодно стало и поэтому надо будет дав не уже все сюда в подвал перевозить думаем на днях и не перевезу если вам интересно посмотреть как это сделаю перевозить дав не то пишите сниму тоже это не знаю сильно более интересное не будет наверно думаю так ну кому интересно сделаем такое тоже некоторые еще скажем так мои подписчики начинают спрашивать что ты так редко делаешь видео про классы там про аквариум и какие-то другие видео выходят я грибы собираю ребят я могу штамповать видео вам через день до каждый день но от этого толку не будет на ю тубе уже много таких каналов что люди снимают все под подряд что попадает под руку я пытаюсь как-то все таки снимать видео которые были бы для вас полезны чтобы вам было интересно их смотреть а не так что все под подряд начну снимать и я думаю все под подряд начнем снимать так это людям это сильно моим подписчикам скажем и зрителям это сильно быстро надоест поэтому ребят извините что видео не так часто выходит как бы вы хотели но чтобы снять хорошее видео скажем поучительное где-то что-то вы можете для себя посмотреть что-то новое приобрести скажем тогда такие видео за уходит больше времени поэтому так получается что видео не так часто выходит бывает конечно волна что раз раз она и одно новое другое новое и часто получается так запланировать короче не получается чтобы именно в какой-то период времени там неделю две недели постоянно выходили новые видосы так не получается надо здесь вы это все понимаете и никто сильно из этого не расстроится ничего давайте еще дав не дадим наверное нашим рыбкам все на этом будем сегодня заканчивать вот ребят как вы можете видеть дав мне еще тоже в тазике она тоже еще на улице стоит в дождевой бочке так и так она на улице дав не количество конечно по убавилась я сейчас также постоянно кормлю всех тоже рыб также дав не и получается так что она уже плодится вообще практически перестала как бы ну уже на сильно холодно на улице стало уже даже морозы были такие ну заморозки что машину шкарябать приходилось он даже смотрите на стенках видите нет это личинка моты это мотыль они уже какие-то коконы себе там наделали видите ближе вот видно да они какие-то коконы себе наделали вокруг себя все объедают или с этого материала что они там вокруг себя собирают на эти коконы состоят не знать ничего все хорошо в бочке также давняя до сих пор также есть вот тут еще как я вот смотрю да некоторые плавают сверху но вот в бочке чтобы поймать надо примут шурудить чтобы они все снизу поднялись и можно было набрать давайте сходим наберем дафни с бочки здесь идет учета уже мало пойдем в бочке выловим вы видите все листвой закидывает очень приходит у нас а мир вот так переключим очевидно улиток чет последнее время не вижу не знаю куда они все подевались то ли на дне где-то все лазит то ли куда не делись а ну сейчас зачеркнем как он и вам то все равно не видно но я вижу сверху дав не тут нету вот надо на самом деле вот так шебуршить чтобы волна поднялась а и потом можно зацепить пару штук поймали там еще личинка комара смотрю попалась а если вот сейчас получится заснять они очень любят или фиши личинку комара и скажем она крупная сильно смешно выглядит когда они пытаются проглотить ладно идем кормить все даже можно отсюда кормить не надо спереди подымать даже крышку подымать не пришлось забегали своим кормом кушать буду сейчас я не вижу куда не делись а личинки комара ну прикольно получается они короче за хвостик и хватает личинку комара а голова то большая проглотить не могут получается они как бы личинку комара через хвостик высасывают все мозги у личинки прикольно выглядит даже не вижу куда не убежали вон она одна скрученная сидит сейчас он ее раскрутит сейчас попробую вам показать если он конечно туда еще раз подплывет он видите черный комочек это есть личинка комара они в до этого в горячей воде ну в холодной воде сидели а сейчас практически в горячую воду попали поэтому у них такой шок небольшой но я думаю что все равно до нее доберется самочка может быть ну и все равно как он вон вон погналась а сейчас посмотрим получилось у него поймать нет они такие шустрые я не поймала ничего все равно сидят а вот самец поймал он смотрите но он с хвостик не за хвостика где-то сбоку ну короче вот так приблизительно выглядит кормежка карпа зубых кили фиши ну все ребята на сегодня я думаю вам все показал рассказал видео попытался конечно как всегда сделать более интересным для вас оставайтесь со мной на канале и я вам обязательно потом покажу какие там шарниры сделал для передней части крышки чтобы было удобно открывать и кормить рыб хотя можно на самом деле вот отсюда сверху тоже кормить ну я все равно по любому сюда поставлю шарнирчики или будет намного удобней пользоваться делать так сразу все по уму не знаю сразу запрыгнуть или нет я хочу с одного края до другого края на поверхности натянуть леску и вот эти вот плавающие растения у меня в большом аквариуме много хочу накидать и чтобы задняя часть так будет затененная было в аквариуме чтобы они там росли и не плавали по всему аквариуму но я думаю сделаю это все и покажу вам следующее видео все ребят всем большое спасибо за просмотр давайте пока спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует...